Приветствую вас! Снова у нас так получается вопрос ответственности личной Да? Вот. Ага, давайте будем разбираться, сейчас я вам попробую обрисовать свою позицию по данной ситуации, она найдет у вас опыт Вы пишите дели квартиру с одной парой, мы еще ехали в командировку, вчера мы напились и сблизились с его женой Знаете какая история? Я не то чтобы против того чтобы пить с сужими женами, вообще не против того чтобы пить если честно, хотя алкоголь тоже не протокондирую Вот, но как минимум несколько странно, то что вы с сужой женой, да именно напиваете то есть вы как бы ей ну не друг, вы как бы ей не товарищ, вы ее не знакомы ну может быть знакомы, да, но вот это означает, что у вас уже с ней, да сложились видимо какие-то отношения это означает, что у вас уже с ней выстроились какие-то взаимоотношения взаимодействие какое-то появилось вследствие которого вы собственно и напились именно эти, это взаимоотношения которое у вас с ней появилось например оно сделало возможным совместное как бы, ну совместное употребление алкоголя и поймите правильно поймите правильно, я не считаю что это плохо, но я считаю что у этого уже есть определенные свои как бы препятствия нам что это препятствия, например заключается о том, что у нее у нее есть проблемы с мужем со своим мужем препятствия какая это говорит о том, что она не удовлетворена да вот то есть как бы это ну дело здесь не в сексе, да то есть я не про секс говорю сейчас вот я говорю именно про неудовлетворенность в принципе в принципе неудовлетворенность она есть вот и и несете ли вы ответственность за эту неудовлетворенность на мой взгляд нет на мой взгляд нет на мой взгляд не несете потому что неудовлетворенность появилась до вас по сути сразу хочу хочу расставиться точки над и женщина сама секса как правило вот ну как такового хочет очень редко и секса женщина хочет но только в том случае если ее мучить ну совсем неудовлетворенность да вот совсем вот в таком случае она хочет секса как правило женщина хочет не секса а чего то другого она хочет там почувствовать себя любимой важней значимой молодой там я не знаю на коне да то есть хозяйкой там королевой хочет почувствовать там допустим страсть туже уже к примеру она хочет почувствовать страсть да вот то есть вот это все этого всего захочет женщина не чисто секс вот вот и это нужно понимать очень хорошо очень хорошо потому что много проблем, много проблем возникает именно по той причине, что мы людей судим как бы по себе, мы не судим, мы не видим людей, таких какими вот, ну какими они вот есть, мы людей вот так мы не видим, и это на самом деле, ну довольно печально, потому что это мешает нам понять, вот, то есть женщина не хотела секса, а хотела чего-то другого, скорее всего. Дальше. Значит вы говорите, напили, сблизили всего женщину, дело почти дошло до секса, но я вовремя это промозил. Все правильно, правильно вы сделали, правильно вы это промозили, ничего хорошего из этого не вышло, вот, может были поцелуи и ласки. Поцелуи и ласки, ну на самом деле, вот как бы мало что значит, да, то есть, ну понятно, что это неприятно, понятно, что это как бы, ну в общем, нехорошо, это понятно, что это нехорошо, вот, но в этом нет ничего прям критичного и трагичного слова, когда то есть, как бы, пристает женщина к вам, к примеру, к вам к примеру пристает женщина, вот, ну, что вы будете делать, да, то есть, как бы, что вы будете ее отталкивать там, что ли, грубо, ну нет, это, понятно, делать так не работало, то есть, вы не можете ее грубо отталкивать, вот. Естественно, вы будете отвечать, но то, что вы не довели дело как бы до секса, это хорошо, то есть, вы целовались, наконец, но вот, не очень хорошо, но и, ну для пьяных людей, людей выпивших, а, особенно, как скажем, говорил, а, для людей, у которых есть явные проблемы, явная проблема невдовлетворенности, это абсолютно нормальная история, это абсолютно нормально, ну вот, э-э-э-э, и все, если вы не сделали ничего плохого, в принципе, потом Ну, ещё ещё раз повторяю, да, ответственная здесь, она, как бы, ну, не на вас. То есть вы-то, вы, условно говоря, одиночки, да, у вас нет девушки, а у неё, как бы, ну, есть мужчина. И приставать к одинокому парню, да, ну, это в высшей степени, в степени, как бы, безответственно, там, что, парень, у которого, к примеру, есть девочка, он ещё может дать отказ, он ещё может, там, уйти в отказ, да, а одинокий парень, он может и не уйти в отказ, просто воспользоваться, как бы, ситуацией, и всё. Вот, это будет нормально для него, и ничего потом ему не сделают, никто ничего не сделает. Вот, то есть вы, в этом смысле, поступили очень, очень хорошо и правильно, вы, в этом смысле, поступили ответственно, вот. Но, непонятно, почему вы боитесь, то есть вы боитесь того, что ситуация раскроется, да, вы боитесь того, что ситуация как-то, вот, ну, видимо, выйдет из-под контроля, да, и... И, соответственно, вам, в итоге, будет хуже, хуже, вот, чего вы боитесь, вот. Я думаю, что единственное, что может сделать женщина, это, если вы будете как-то вести себя неподходяще, да, на мой взгляд, особенно в том, что вы к ней представали, вот. Вот, это вот единственное, единственное, что... И здесь, даже если вы будете говорить, что нет, ничего не было, что это она ко мне представила, там, и так далее, и так далее, и так далее, мы всё равно, скорее всего, послушать её. То есть, вот, то, что вы целовались, да, то, что у вас были ласки, ведь, понимаете, на самом деле, как бы не важно, не важно, был у вас секс или не было, по сути, был элемент контакта. Этот элемент контакта, то уже, по сути, по факту, то уже, как бы достаточно. Этого достаточно для того, чтобы, там, вам предъявить обвинение, например, в чём-то, да, вот. И девочка, она теперь просто имеет над вами, как бы, такой вот контроль. Она может вас консолировать, она может, там, к примеру, ухудшать вам условия, проживать, вот, она может говорить вам о том, что вы будете платить, платить, что вы будете платить, там, к примеру, больше, если вы делите квартиру, вот. Ну, или ещё какие-то, я считаю, что от неё нужно ждать того, что она будет как-то вот, ну, она будет, поможет, может воспользоваться, вот, тем, что вы в более уязвимой позиции, позиции находитеся, вот. И это, на самом деле, очень нехорошо для вас. То есть, я порекомендовал по возможности, эээ, уйти. Искать другое место, искать другую квартиру, вот. Потому что, может быть, у женщины, эээ, и проблем, проблемы с её мужем, да, вот. Может быть, у них, там, ссора, может быть, это зачастая ссора, может быть, это, эээ, что-то нормальное, такое-такое. Вот, для них мы этого всего не знаем, мять, если честно, не хотим. Вот. Но для вас теперь опять. Еще раз повторю, муж поверит в своей жене, а не вам. В любом случае. Он поверит, чтобы потому, что, если, вот, то, что, а вы говорите, вы будете говорить, или будете говорить, а правда, да, то, с кем он живет. Ему будет очень тяжело это произносить. Поэтому, проще быть поверит в ваших ссора, и же нечем вам. Вот. Понятно, что жена сейчас сама эту тему поднимать скорее всего не будет, но... Главное сегодня быть наготово. Вот. Наготово, и вот. Вот так. Вот. Эээ, так вот, я думаю, можно вам ответить на ваш вопрос. Эээ, да. Ээ, мне надо идти в откал, скажу, по ней я понял, она не сказала, что была пьяна, ничего не помню. Нет, она скорее всего помнит, я не думаю. Вот. Хотя другой твой может быть, может быть, действительно не помнит. Эээ, эээ, но тем не менее. Тем не менее. Эээ, вам нужно себя максимально обезопасить. То есть, эээ, если вы хотите себя обезопасить, вот, то, вот, соответственно, такая вот ссора. Такой момент. Эээ, вот. Так. Вы молодец. Молодец. Но, я бы спел, бы спел, скажу вам, что секс ничего не изменит. То есть, наличие или ответственно секса, секса, эээ, ведь ничего не изменит. Вот, потому что. Тот факт, что женщина уже проявила какое-то желание. Тот факт, что женщина уже моей lovingly. Значит, говорит о том нас, что студентополиток. Вот. И, с девичи раза. Когда мученальский, например, уедет куда-нибудь, опять, ну, вот так, в командир. Мастерку, например. Ну, опять, может вам пристать плюсов. Опять. И если вы откажете, она может, значит, пожаловаться мужу. И если вы не переспите, она может пожаловаться мужу, может сказать что-то. То есть вы действительно ставите себя в зависимости от такого непредсказуемого фактора, да. Ага, как женская логика, женская психология. И мне кажется, что вы достойны больше. Мне кажется, что вы достойны больше. Мне кажется, что вы достойны того, чтобы спокойно жить. Ни о чем не обоптать. Не жить как на иголках, на бомбе на медленном действии. В свою очередь, в свою очередь, в свою очередь. А забудьте с тем, чтобы больше таких ситуаций не повторялось, да. Чтобы не пить с женами, с девушками тех, с кем мы живем все. По крайней мере, не пить даже пока у вас самого девушки не будет. Вот. И найти девушку с собой. Вот. Ну так. Вот так можно вам ответить на ваши вопросы. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если у вас остались дополнительные вопросы, пишите в личку, буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен. Если сделаете его лучшим, я желаю вам всего самого доброго. И удачи. До свидания. До свидания.